Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось совещание генерального директора группы «Газпром» Межрегионгаз Сергея Густава с главой Карачаева-Черкесии Рашидом Темрезовым. Стороны обсудили платежную дисциплину потребителей региона и ход программ развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы. Особое внимание было уделено до газификации. Сейчас от жителей региона принято около 2000 заявок. Более 90% из них переведены в договоры. Карачаева-Черкесия входит в топ-5 рейтинга субъектов по до газификации. В республике хорошие темпы сбора заявок, заключения договоров и самих работ, а все возникающие вопросы оперативно решаются. Стороны также обсудили детали строительства приоритетных газопроводов, в том числе на Курджиново и Вачкуланском ущелье. Рашид Темрезов выразил уверенность, что в 2025 году республика будет полностью газифицирована. В региональном управлении Федеральной антимонопольной службы подвели итоги работы ведомства за 2021 год и первый квартал нынешнего. Руководитель ведомства Артур Куантов рассказал журналистам о том, какие направления являлись в работе приоритетными и как отразились введенные в отношении России санкции на деятельности специалистов ФАС. Озвученную на мероприятии статистику разбирал наш корреспондент Артур Мхце. Демонтаж незаконно размещенных в Черкесске рекламных конструкций – работа трудная, кропотливая, неблагодарная, но крайне необходимая. Это со стороны кажется, что можно всё оставить как есть, никому ж не мешает. Однако ляпистая, бросающаяся в глаза картинка и разноразмерные рекламные слоганы портят фасады зданий, на перекрёстках создают дополнительные помехи водителям. Именно поэтому согласование конструкций и их содержание со специалистами муниципального образования – прямая обязанность каждого, кто хотел бы, чтобы о его товаре или услуге узнало как можно больше людей. Мы застали демонтажную группу на улице Октябрьской. У них после предписания даётся ровно месяц, чтобы они успели демонтировать. Спустя месяц мы также уведомляем за неделю до этого, что будет выезжать демонтажная группа. Лишь после согласования появится возможность установить рекламную конструкцию там, где это разрешено городскими властями. В настоящее время вопрос согласования карт и размещения объектов наружной рекламы находится на контроле у специалистов регионального управления Федеральной антимонопольной службы. В том числе об этом рассказывал журналистом руководитель ведомства Артур Куантов. Чтобы претендовать на размещение рекламной конструкции в определённом месте, надо подать заявку на участие в конкурсе. И, естественно, выиграть этот конкурс, чтобы потом успешно это всё распространять на этом месте. И мы установили в ходе проверки, что ни конкурсной и ни аукционной документации не было разработано. Была отсылочная на то, что это всё как бы действует, но по факту никакой работы не проводилось. Также, как я и сказал, схема размещения рекламных конструкций не было утверждено. Артур Куантов поделился некоторыми итогами работы ведомства за прошлый год и первые три месяца нынешнего. Рассказал руководитель управления и о том, как отразились введённые в отношении России санкции на деятельности специалистов антимонопольной службы. На сегодняшний момент управление на постоянной основе осуществляет мониторинг цен на социально важные продукты. Это на сегодняшний момент, по-моему, 24 наименования. Конкретно сотрудники ходят прямо на точки, на торговые сети, в торговые сети и наиболее большие торговые центры и фиксируют ежедневно цены, которые установлены на эти товары. По данным представителя надзорного ведомства, критических нарушений пока не выявлено. Впрочем, постоянный мониторинг со стороны сотрудников антимонопольного управления по этому и другим направлениям ориентирован в первую очередь на то, чтобы мотивировать предпринимателей соблюдать закон, а не только лишь карать их за проступки. Артур Мухцем, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаево-Черкесия. Полицейские Карачаево-Черкесии присоединились к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Сотрудники МВД совместно с волонтёрами Молодой гвардии раздавали георгиевские ленты. Этот проект в России стартовал в 2005 году и ежегодно набирает обороты. Чёрно-оранжевые ленточки стали символом памяти о победе в Великой Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма. В средней школе имени Арашукова Оли Хабес прошло мероприятие в рамках проекта «Творческая лаборатория». Героями не рождаются, ими становятся при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Подробнее в репортаже Корчеби-Джиева. Так же, как уходит поколение тех, кто прошёл Великую Отечественную войну, так всё меньше остаётся тех, кто, пройдя Афганистан, может рассказать подрастающему поколению о смелости и отваге. Идея проекта «Героями не рождаются, ими становятся» появилась на встрече с воинами-интернационалистами, которая проходила в Республиканской детской библиотеке имени Никулина. Инициаторы программы – члены правления, общественной организации инвалидов войны в Афганистане, так и специалисты библиотеки. Помимо встреч с воинами-интернационалистами, в ближайшем будущем запланирован ряд мероприятий для ребят Хабесского района. Это передвижная книжная выставка «Отвага и мужество с книжных страниц» с обзором литературы. Кроме встречи с ребятами, мы еще предполагаем воездные мероприятия, мастер-классы по презентации книги и мастер-классы по литературному творчеству детей непосредственно на природе, чтобы для детей как-то создать вот такую атмосферу, как атмосферу афганской войны, с полевой кухней, с песнями под гитару. Литературный мастер-класс для школьников на открытом воздухе проведет писатель, заслуженный журналист Карачаева Черкесии, автор книги «Афган. 1979-1989» Люсана Абедокова. А также запланирован региональный конкурс творческих работ. Беру себе в пример героя. Через творчество ребята смогут передать глубинный смысл истории и рассказов о подвигах участников боевых действий. Таким образом, информация будет легче восприниматься, истории будут более яркими и интересными для школьников. Считаю, что главная даже и не память, а носители этой памяти. Сегодня мы акцентируем на молодежь. Почему? Потому что именно они являются носителями памяти, памяти вот этой войны, через которую прошли наши ребята. Уникальность проекта обусловлена тем, что его реализация позволяет скоординировать работу НКО с общеобразовательными учреждениями республики и внести значительный вклад в сохранение достоверной исторической памяти. В дальнейшем проект планируется реализовать в других районах Карачаева Черкесии. Карчабиджиев, Зарема Карданова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева Черкесия, Хабес. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Карачаево-Черкесия Карачаево-Черкесия Улица Горького, 8. Продолжаем выпуск. Сегодня в Доме печати состоялось торжественное вручение удостоверений новым членам Союза журналистов России. Вручил билеты и поздравил коллег с Днем российской печати председатель регионального отделения Союза журналистов России Увжук Тхагапсов. Получили удостоверение шестеро новоиспеченные члены Союза журналистов, поблагодарили за высокую оценку и поддержку коллег. Выступающие говорили, что данная профессия ответственна, плодотворна, ценна и просто необходима в наше непростое время. Было много поздравлений, журналисты же в свою очередь обещали трудиться и реализовывать свои творческие планы. Вы находитесь уже в рядах Союза журналистов России, самой огромной, одной из самых огромных общественных организаций мира. Желаю творческих успехов, терпения в вашем нелегком труде. Успехов будущим, вернее не будущим уже членам журналистов России. И вот хотел бы пожелать еще здоровья крепкого, мира на нашей земле. Хотелось бы, чтобы поскорее, наверное, вот эта военная операция закончилась и был мир на нашей земле. С Днем Советской Печати это действительно очень важный праздник для вас, для всех нас. Это знаменательная дата, мы действительно отмечаем два раза в день печати и это, мне кажется, вдвойне приятнее. Значимое событие в исторически важный день. Актеры из Санкт-Петербурга представили жителям Карачао-Черкесии спектакль «Вершина» о депортации карачаевского народа. Премьера составилась в Учки-Кене, затем в Карачаевске, а сегодня и в Черкесске. Генеральный продюсер и автор идеи Денис Минкин, директор Санкт-Петербургского горэлектротранса в 2017-18 годах возглавлял Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Что вдохновило жителя северной столицы человека нетворческой профессии поставить спектакль и сделать такой подарок ко дню возрождения карачаевского народа, расскажет Алла Динаева. Мы любим свои семьи, мы воспитываем кучу детей, мы хорошо помним своих родителей. Сагид показал мне Кавказ и научил любить не только свою, но и его родину. Мы постарались отразить не только ужасы того времени, но и несломленную гордость великого народа, вершину его чести и достоинства. Спектакль «Вершина» мы посвящаем светлой памяти Беляла Беджиева. Очевидец трагических событий, рассказы которого легли в основу спектакля и кому его посвятили, Белял Беджиев, к сожалению, не успел увидеть премьеру. Вдохновил на такую ответственную творческую работу доктора технических наук, директора Санкт-Петербургского горэлектротранса и, казалось бы, человека далекого от творчества Дениса Минкина и дедушка Абукали Байрамуков, у которых в селе Римгорское он частенько гостит. Один раз, год тому назад, он спросил, я вот задумал вот такое дело, спектакль сделать. Ты, говорит, одобряешь этого? Я сказал, как же. Я рад, я одобряю, конечно, если можешь. Ну, для этого надо, труд большой нужен, затраты большие нужны. Как об этом быть? Он говорит, об этом не беспокойся. Если согласен, дай мне добро. Я, говорит, начну. А бабушка Гоккаджан Байрамукова связала шерстяной свитер для Дениса Юрьевича и для всех актеров труппы. Сколько вы их связали? Чтобы связать один вот такой симпатичный свитер, сколько времени нужно вам? Очень. Десять. Десять. Год назад состоялась в Петербурге, но из-за пандемии я не смог поехать. И сегодня не очень хорошо себя чувствую, не смогу быть на спектакле в Учкекене. Но автор идеи – генеральный продюсер Денис Минкин. Привез нам запись, и мы его посмотрели дома. Рассказывает Абук Али Муртазович. Денису Минкину большое спасибо. Все должны карачаевцы благодарить его, должны знать его. Наверное, минимум полпитера знает благодарить его, кто такой карачаевец. Всем, которые играют, роль играют. Очень благодарны, большое им спасибо. Мы никогда не забудем о них. Эта история повествует о герое войны, который, возвратясь в родные места, обнаружил, что никого там не осталось. А дедушка ведь лежачего. Его бедолагу тоже не пощадили. И знаешь, что он делал? Он утешал людей. Он говорил. Люди, не бойтесь. Нас не отвезут туда, где нет Аллаха. Блестящая игра актеров из Петербурга, которые проделали огромную работу. Изучив историю, быт, культуру, традиции карачаевского народа, прочувствовав его, передали зрителю. Зал аплодировал стоя. Из рассказов, допустим, моей матери, я спокойный. Я это все как будто через себя пропустил. Как будто я тоже там в этой ссылке был. Очень трогательно. Огромное вам спасибо. Глава Малокарачаевского района Рамазан Байрамука вручил грамоту артистам, режиссеру, звукорежиссерам, генеральному продюсеру и автору идеи. А также председателю Попечинского совета Всемирного клуба петербуржцев Сагиту Беляловичу Биджееву. Это подарок Денис Юрьевича. Отношение к нам. В лице меня он и так относится ко всем карачаевцам. Огромное спасибо, Денис Юрьевич. Люблю, уважаю, всегда рядом. Отношусь как к брату, к соседу. Мне всевышний делал большой подарок. Ты у меня в жизни есть. Спасибо огромное. Сегодня здесь присутствует Гок Каджан, которая связала тот самый свитер. Если вы поняли, со свитера начался спектакль. Свитер это не свитер. Свитер это тепло. До ума, домашний уют, забота родителей. Это любовь. Вот в этом смысл этого спектакля. Не ужасы и не трагедия. А вера в народ. Гордость за народ. Честь и достоинство этого народа. Алла Динаева, Ислам Урумов. Вести. Карачаево-Черкесия. Малокарачаевский район. Это все вести. А прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова